Есть человеческий фактор. Где-то можно не дорулить, где-то можно не дожать, и уже траектория пойдет не та. Татьяна Галеева за рулем уже 14 лет. Несмотря на такой внушительный стаж, в конкурсе «Автоледи» участвует впервые. В Казань она приехала из набережных Челнов совместно с еще двумя участницами. Очень тяжело это морально. Готовиться, и ночами сидим, билеты решаем, и на вождение ходить много надо. Я решила участвовать в этом, потому что хотела давно, интересно, попробовать свои силы. Мне нравится. Когда я еду, я не знаю, как это объяснить, но я получаю довольствие от вождения. Девушки признаются, что больше переживают за второй этап соревнований – площадку. Теорию по билетам они сдали без особых проблем. На протяжении всего конкурса рядом с «Автоледи» их учитель и наставник, который постоянно дает советы. Не волноваться, быть уверенным. Самое главное – не волноваться. Боюсь. Не волнуйтесь. Как будете готовы, нам подскажете. Конкурс «Автоледи» проводится уже в 20-й раз. В 1998 году он впервые прошел в набережных Челнах. За это время не раз поменялись и правила дорожного движения, и добавились элементы на площадке, и участников стало намного больше. Теперь они приезжают в столицу Татарстана из различных районов республики. Помимо этого, как отмечают сотрудники ГИБДД, в последнее время водительское удостоверение все чаще получают именно представительницы прекрасного пола. Хочу отметить, что количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей и женщин, составляет всего 16% общего количества всех ДТП. То есть женщина, она аккуратнее, она всегда уступит, она не подрежет. Всего в республиканском этапе приняли участие порядка 50 девушек. Те, кто победил сегодня, отправятся уже на всероссийский конкурс «Автоледи». Артем Логвинов и Дмитрий Рыженко. Телеканал «Эфир».